«Небесный тихоход» – советский музыкальный художественный фильм, поставленный в 1945 году режиссером Семеном Тимошенко. В самом начале картины можно увидеть разрушенный Лагин дворец. Так он выглядел в 1945 году до начала всех восстановительных работ. Сюжет. Фильм повествует о трех неумывающих фронтовых друзьях-летчиках, которые поклялись до конца войны не влюбляться даже в самых красивых девчат. Однако одному из них по состоянию здоровья после ранения запрещено летать на скоростных самолетах и он вынужден продолжать службу в ночной бомбардировочной авиации на легких самолетах У-2. Столкнувшись благодаря этому с летчицами женской эскадрильи и журналисткой газеты «Пионерская правда», они по одному влюбляются и нарушают данные некогда обещания в ролях Николая Крючков, майор Василий Васильевич Булачкин, Василий Меркурьев, старший лейтенант Семен Туча. Василий Нищепленко, капитан Сергей Кайсаров, Алла Парфаньяк, журналист Коваля Петрова, Людмила Глазова, старший лейтенант Екатерина Кутузова, Тамара Алешина, старший лейтенант Мария Светлова. В сценах празднования встречи летчиков и лючиц снимались артисты танцевального коллектива под руководством Аркадия Бронта. Он возник незадолго до войны в Ленинградском дворце пионеров. Был воссоздан в годы войны и провел около трех тысяч выступлений в воинских частях и в осажденном Ленинграде. Не указанные в титрах Анатолий Алексеев, эпизод Яков Гудкин, эпизод Анатолий Корольевич, солдат зубной болью, Леонид Кострица, эпизод Александр Лариков, генерал-лейтенант Фаина Раневская, военный врач, профессор медицины. Константин Скоробогатов, Константин Васильевич Петров, генерал-майор авиации, Манефа, Соболевская летчица, Владимир Тоскин, немецкий летчик, съемочная группа, автор сценария, Семен Тимошенко, режиссер Семен Тимошенко, оператор Александр Сегаев, художник Исаак Махлис, звукооператоры Петр Витцинский, Кирилл Позднышев, композитор Василий Соловьев-Седой, музыкальное сопровождение, первым делом, самолеты, автор текста Алексей Фатьянов. Композитор Василий Соловьев-Седой, действие, во время прогулки друзей до посещения госпиталя, вечерний звон, автор текста Иван Козлов, композитор Александр Алябьев, действие, майор Булочкин поет после вылета на свое первое после выписки из госпиталя задание, пора в путь дорогу, автор текста Соломон Фагельсон, композитор Василий Соловьев-Седой, действие, во время праздничного ужина женского отряда с героями после головокружительного разгрома вражеских установок. Первые два куплета поются девчатами. Последние тремя героями фильма песню исполняет эталон советской эстрады тех лет Ружина Секора. Песни из фильма выпускались на грамм-пластинках Ленинградским, Московским, Априлевским и другими заводами. В конце 1950-х и начале 1960-х на пластинках «Аккорд» а с середины 1960-х на пластинках фирмы «Мелодия». Новая редакция. Фильм был восстановлен на киностудии «Ленфильм» в 1970-м году. Картина подверглась переозвучиванию с участием тех же основных актеров, однако режет слух. Когда героиня Фаины Раневской говорит не своим голосом, в оригинальной версии она настойчиво картавит. В отличие от оригинальной версии, восстановленная версия на 10 минут короче. Оригинальная версия фильма в 2011-м году выпущена с полной реставрацией на DVD и Blu-ray диск. Купьюра и редакции 1970-го года сцена откровенного флирта друзей и жены ненавистников с медсестрой была вырезана. В результате получалось смешно, когда медсестра подавала майора Булочкину бутылку с микстурой, а забирала стакан. Сцена с профессором медицины, которого играет Фаина Раневская, подверглась не только переозвучиванию, но и перемонтажу. Был вырезан фрагмент, где рассказывается о романах, флиртах и семейных драмах. А чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, сюда переставили фрагмент эпизода, в котором генерал незаметно наливает в стакан булочки на молоко. Сцена посещения булочки на друзьями с шуткой про «Мертвый час» была полностью исключена. Также было пропущено полторы минуты фильма с выразительнейшей сценой. Одна из сцен с участием генерал-майора Петрова вырезана, вероятно, для сокращения хронометража восстановленной версии. Вырезана шутка про пионерскую правду. Следующая сцена вырезана по понятной причине. В ней упоминается про империалистическая газета «Таймс», которая сравнивается с пионерской правдой. Выброшен фрагмент сцены с жующим папиросу лейтенантом Тучей. Также были упразднены подробности спасения капитана Кайсарова, в чьей реплике «Так, тихоходом, то над точками, то под точками» обыгрывается название фильма. Новое секретное орудие, по-видимому, показалось редактором восстановления слишком бутафорским и устаревшим. Действительно, подобная модель пушки Берта использовалась еще в Первую мировую войну. Тем не менее, исторические параллели здесь есть. Более современная модель Берты обстреливала Ленинград во время блокады. Полностью вырезанная казалась сцена награждения. Вполне возможно, что раздражающим фактором стала игра Василия Меркурьева, неподобающая важности момента. Интересная деталь. Во время награждения Булочкин единственный раз за весь фильм обращается к генерал-майору по имени-отчеству, причем реальному. Из жизни актера Скоробогатого звали Константином Васильевичем. В конце фильма сцена истерики тучи в танце с Кутузовой была упразднена. Дело в том, что цензоры решили не показывать советской аудитории чересчур игривые моменты их танца. Цветная версия. К 2012 году по заказу Первого канала были завершены работы по реставрации и колоризации фильма. Колоризированной версией фильм был показан 6 мая того же года. Цветная версия была без купюр, включая оригинальные голоса персонажей, в том числе и голос Фаины Раневской. Видео. В 1990-е годы фильм был выпущен на видеокассетах в студии 48 часов АОСТ. Формат позже «Восток», а в начале 2000-х годов «Мастер Тейп». В 2000-е годы фильм отреставрирован и выпущен на DVD-объединением «Крупный план». 21 апреля 2005 года выпущен студией «Союз Видео» на DVD, также выпущен на DVD-дистрибьюторами «Мастер Тейп», а в 2007 году «Видеобаза».